Как и всякий график В издательском деле хорошо исполненная графика это та, которую вы не видите. Плакат, совсем другое дело. Плакат, это своей природе, выставляет себя на показ. Он должен бросаться в глаза, навязывать себя. Я люблю этот экзибиционизм. Но я также очень люблю минимализм в коммуникации, которую устанавливает со зрителем плаката, как в словах, которые он использует, так и в образах. Я люблю это наложение и взаимодополняемость слов и образов, изображений. Комплементаритет только и делает, что отражает эту нашу принадлежность. Попытаться ускользнуть, убежать от этого, это была бы иллюзорная попытка. С тех пор, как я был совсем маленьким, мой взгляд всегда привлекали изображения, обращенные к широкой публике. Когда мне было 3 или 4 года, первое, первое, что я помню, это не было не было фишки. Первое плакат, которое мне вспоминается, это был мой плакат. Это было нарисовано на стене, и этот рисунок на стене был увеличенным плакатом. И мой папа мне сказали, «Look at the little манам rouge, look at the little манам rouge». И папа мне говорил, «Look at the красный человечек, вот белый человечек». И один день, у нас произошла драма, даже трагедия. Они изменили дизайн этой рекламы. И тот маленький мальчик, не мог узнать больше этих персонажей. Это была полная абстракция. Еще для красного человечка можно было как-то представить себе. Но для белого, как было представить себе, что это голова? И я до сих пор еще помню то колоссальное усилие, которое мне пришлось сделать для того, чтобы убедить себя, что это была голова. И так, с самых детских лет меня привлекали изображения на улице. я был занят и увлечен желанием понять, что на них изображено. И так, я я изучал искусство, но я был оттенен оттенен изображения на улице, эти обращенные к публике, а не живопись в классическом понимании. И для того, чтобы понять, как я мыслила, когда я был студентом, я должен сказать, что было две вещи, которые меня сформировали. Это была фиша полонеза. Первая, это польские плакаты. Ла фиша полонеза, это был плакат, создававшийся в коммунистической стране. Но графика была значительно свободнее, чем у нас в Франции. Потому что сила денег не действовала, ее не было. И в коммунистической экономической системе совершенно безумной, была полная свобода создавать плакаты, например, для фильмов. Это фиша полонеза, это леница, это нож в воде, это фиша полонеза, это все плакаты к фильмам. Русские фильмы. Русские фильмы. Русские фильмы. «Ла фаин». «Голод». «Лез осьоу» «Птицы Хитчкока». «Птицы Хитчкока». «Птицы Хитчкока». «Птицы Хитчко». «Птицы Хитчко» «Птицы Хитчкока». Но с экономикой не похитришь. Экономическая цензура денег всегда побеждает. И Томашевский, посмотрите, это плакат к празднику 1 мая для Коммунистической партии. Это политический плакат для Коммунистической партии. Как представила себе такую свободу, какая царила в это время в Польше? Это еще Томашевский. Опять Томашевский. Это речь идет о короле гомосексуалисте. Это плакат к выставке работ его жены, картин его жены. Это очень эротический плакат, выражающий любовь. Но это плакат, который висел на улице. И другое событие, Это событие, произошедшее 50 лет назад, ровно 50 лет назад. Это революция студентов и рабочих в мае 1968 года. Они парализовали всю страну на два месяца. Строились баррикады. Вынимались камни из мостовой. И эти булыжники из мостовой, это символы революции. И что было потрясающим, это что в этот месяц революции все стены были заклеены плакатами. Это плакаты, которые размножались очень простым способом. В школе изящных искусств. В школе изящных искусств. В школе изящных искусств. В школе, да? В школе изящных искусств. 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 20 лет спустя, в 1988 году, я сделала этот плакат для выставки. И я таким образом говорила тем участникам революции, но что же вы сделали со своей революцией, куда вы делали свои абсолютистские лозунки, все вы стали мещанами, буржуи. И если посмотреть мои плакаты, то можно увидеть историю этих 50 лет, потому что эти плакаты сопровождали исторические события. Например, это президент французской республики в 90-е годы, Жизкар Дестен. У французских президентов есть такое странное свойство, странная черта. Они все время хотят, чтобы их заново избрали. Это чисто французское свойство. И в то время президента выбирали на 7 лет. И он хотел, чтобы его избрали еще на один срок, и я сделал плакат, на котором написано «7 лет несчастья достаточно». Когда они разбивали зеркала. Затем был Ширак. Он думал, что это его официальный портрет. Я все контролировал. И он ничего не контролировал. Это, в связи с выбором, был сделан плакат. Кажется, я делаю глупость написано. И у меня в городе было тысяча таких плакатов развешено. Это монтаж. Это фотография того, как реально они висели. А затем у нас был Саркози. Саркози, это персонаж. Он все хотел делать сам один. Я, я и только я. Эго, эго, эго. И вот такой плакат. Лего, эго. Лего Саркози. Если к этому слову представить артик, да, с апостроком, то получится как раз слово «Лего». Я сделал этот плакат для социалистической партии. И затем я использовал это изображение для выставки французских плакатов в Швейцарии. Вот как выглядел этот плакат на улице. И в Швейцарии выставка была в большом формате. В течение сорока лет я видел, как жизнь меняется. И я видел, как крайне правая партия, фашистская партия, которая набирала пять процентов, как она постепенно росла, росла и все увеличивала свое количество сторонников. Это старый плакат, на котором написано «Внимание, вначале Гитлер вызывал смех». А потом уже было не до смеха. И я сравнил лидера крайне правой фашистской партии с веселой буренкой. По-французски «Вашкири». Да, это марка французского сыра. Потому что на каждых выборах он прибавлял два или три процента. На последних выборах газета «Монт» «Зверь, который растет, поднимается, поднимается, поднимается». Почти 30% избирателей. Это совсем не значит, что во Франции 30% фашистов. Люди, которые голосуют за крайне правую партию, это очень симпатичные люди. Это брат моей жены или мой сосед и так далее. Они просто боятся и немного недодумывают. Немного как вот эти собаки. И написано «Осторожно, надежда». И вот такой плакат висел 4 на 4 метра в центре Парижа. И это афиша к последним президентским выборам. Фамилия кандидата была «Le Pen». И я люблю делать «Пен-пан-пом», «Пен-пан-пом». И получается игра слов «Пен-пан-пом». И «пан-пом» – это звукоподражательное слово, которое обозначает звук издаваемой пожарной машиной, когда она спешит на пожар. И это значит сказать «Пожар», «Пожар». И это значит сказать «Пожар». И это реплетит на то, что происходит во Франции и в мире. И мои плакаты отражают то, что происходит во Франции, но и в мире. В 70-е годы очень известным было движение «Amnesty International» – это было движение, которое боролось за права политических заключенных в коммунистическом лагере. И, например, в 1976 году был чемпионат мира по футболу. Вы знаете, что такое чемпионат мира по футболу? – В Аргентине, в той эпохе, была бояная диктатура, погибло очень много людей. И написано «Аргентина, а стадионы чистые?» Потому что, когда арестовывают людей, в большом количестве сначала их помещают на территорию стадиона. Я вспоминаю, что спортивные мероприятия часто бойкотировались. Например, американцы бойкотировали Олимпийские игры в России. «Русские бойкотировали Олимпийские игры в Соединенных Штатах». Но футбольные игры невозможно бойкотировать, потому что это религия, которая сильнее всего. И в этом году тоже не будет бойкотироваться. Аргентинцы запомнили мой блокад. И они попросили меня в 30-м годовщину военного переворота сделать плакат. В 87-м году, в 2017 году, мы прожили 50 лет с днем смерти Че Гевара, который был убит. Я помню, это был романтизм абсолют. Че Гевара, который падает. И это был романтизм тотальный. 50 лет назад, Че Гевара был символом романтического движения, романтического увлечения молодежи. И 50 лет назад, почти никто не говорил о смерти Че Гевара. И он выглядел практически как террорист. Я хочу просто сказать, что то, как события видятся, может измениться за 50 лет. Но я делал сравнение с Иисусом Христом. Потому что изображение трупа Че Гевары было очень известным, очень широко распространилось тогда. Обычно не показывают трупы. Это было очень нехорошо, что так поступили. И таким образом, я сравнил эту фотографию трупа с Монтейни, очень красивой пылью. проигрывает ли своего Христа Христоса. Текст на испанском языке, и он означает бородачи. Потому что оба они были людьми, которые мешали жить спокойно всем остальным. Что ужасно было за эти 50 лет, это что все время шла война. Босния — это совсем близко Армия, несколько сотен километров. Война в Боснии с концентрационными лагерями, и концентрационный лагерь в Боснии назывался Амарска, и я сказал себе, вот, все время говорят о свенцем, о свенцем, о свенцем, но ведь важно то, что происходит сейчас, сегодня, а Амарска — это сегодня. Война. Война. Что такое война? Я убиваю тебя, ты убиваешь меня. Я убиваю тебя, ты убиваешь меня. Сегодня я убиваю тебя, завтра ты меня. И внизу подписал. Это такова жизнь. Но это же не жизнь, это же смерть. Другой вариант этого плаката, сделан несколько лет спустя для печати, для газет. Это плакат, который был сделан для выставки, на который мы получали фотографию, и нужно было как-то отреагировать на нее, как-то ответить. Это солдаты, которые тренируются, и тот, кто их тренирует. Все организация нарушена. И я, как-то посмотрев на эту картинку, подумал, что следующая картинка, это когда они превращаются во взвод солдат расстреливающих кого-то. И я попытался вставить сюда другой образ отпечаток фотографии взвода, расстреливающего взвода. Может быть, вы сможете это увидеть. Франциско де Гоя, Эль Трес де Майо. Религия — это очень хороший предлог для того, чтобы воевать. Католики, протестанты, шииты, суниты — это прекрасный предлог для того, чтобы воевать. Чтобы убивать друг друга. Во имя Господа. Против пыток. Потому что нам, когда нас воспитывают, нам показывают крестный путь Христа, но это целый каталог пыток. Но этот плакат не был опубликован, потому что мы не имеем права играть, обыгрывать религиозные образы. Что можно делать во время войны? Можно попытаться спасти детей. Война. Американцы. Американцы придумали атомную bomбу. И безопасно. Несколько лет назад отметили 70 лет атомной бомбы в Хиросиме. И текст очень важен здесь. Один гигант липс огромный шаг к человечеству. Это та фраза, которую произнес Армстронг, когда поставил ногу на поверхность Луны. То есть это священная для Соединенных Штатов фраза. Она прославляет их страну. Но я написал слово шаг наоборот. Это огромный шаг назад для человечества. В моей жизни мне довелось познакомиться с ужасным человеком, которого звали Джордж В. Буш. Он очень любил войну. Это серийные карты, которые я сделаю для депутатов. Я люблю этот плакат. Я очень люблю. Это графический дизайн. Посмотрите, это очень точно проработанное изображение. Это не просто глупая шаг. Это графический дизайн. Это графический дизайн. Это графический дизайн. Когда Буш пытался поймать Бен Ладена. И затем Буш начался с самой грубой войной, которую можно было только придумать. Это война в Ираке. И это было опубликовано 1 января, и было известно, что через месяц или через полтора начнет войну. Да, там написано «С Новым Годом» «George W. Bush» и «Сверху черным» «Все же счастливого Нового Года». Это фотография в газете «В первый день войны». Он был доволен. А затем начали бомбить. И я использовал это изображение бомбы, потому что это похоже на крест. Это был также немного крестовый поход, то, что было организовано. А затем победа с грязными руками. Это рисунок, который для меня означает, что Bush запачкал, заморал честь своей страны. И что после Bush надо будет постирать американский флаг. Поэтому, для меня, Bush, мы не могли бы представить пир. Но урок, который нужно запомнить вам и вам в своей жизни, А худшее всегда возможно. Потому что теперь у нас есть Дональд Трамп. С помощью России. Америка первая. Америка первая. «Сначала верили. Мы первые. А остальное мир может подохнуть. Главное – это мы. В политике я видел чудовища. Это плакат культурному фестивалю, который назывался «Мон». «Чудовище». И я собрал целую галерею чудовищ из политики, из кино, из мультфильмов и так далее. Но это было до Трампа. И в 1981 году появилась организация польских рабочих. «Которая нанесла серьезный удар к коммунизму». «Крушение коммунизма – это тоже событие, которое повлияло на мою деятельность как художник по плакату». Это плакат, который я представил на выставке польского плаката. «Золотой век польского плаката». «Коммунизм – это построил огромную стену, которая разделяла восточную и западную Европу». «Стена рухнула, но этот плакат был наклеен на стену». «Стена рухнула, когда Польша стала как Франция, то наступила смерть польского плаката». «И полякам этот плакат не нравится». «Это плакат, который я сделал в 1993 году для биеннале плаката в Финляндии». «Это было 10-я биеннале». «Это было 10-я биеннале». «Это не политическая изображение». «Я просто хотел сказать, что мало какие изображения были опубликованы, размножены многими тысячами экземпляров. И изображение Христа, и изображение Ленина. И вдруг, все, ничего. «Он исчезает». «Потому что на предыдущих этих биеннале всегда присутствовали советские плакаты, на которых был изображен Ленин». «И тут вдруг она исчезла». «Ленин? Кто?» «Кто это Ленин?» «И это был революцион в Румании. Была также революционная революция и безумец, который назвал Чеушеско. «Или убили Чеушеско, и люди вышли на улицу с национальными флагами». «И из этих флагов они вырезали символы партии». «И я понял, что это графически очень сильный образ». «И я использовал его для своей выставки в Париже». «И таким образом попытался сказать, что я не принадлежу ни к какой партии, что я свободен в этом смысле». «Это плакат, который я создал в 1989 году, и он посвящен правам человека». «C'est un jeu de mots». «Здесь я поиграл словами». «C'était parce que à cette époque-là existait en Afrique du Sud l'apartheid». «Потому что в то время в Южной Африке еще существовал apartheid». «И здесь написано «legalité», то есть «равенство», и «legalité» в одном слове это «законность». То есть для того, чтобы что-то добиться равенства, сначала это должно быть записано в законе. «А это очень старый плакат против терроризма». «К сожалению, очень актуальна еще сегодня». «И мир поделен на две части». «На богатых и бедных». «А сейчас очень много иммигрантов». «И принимаются меры, делаются попытки препятствовать этому потоку иммигрантов». «И людям не нравится иммиграция». «Это плакат, который я сделал по просьбе Игоря Гуревича». «Я сделал этот плакат для России по просьбе Игоря Гуревича». «И мне кажется, здесь написано по-русски «расизм – это пропаганда». «И для этого я использовал образ из политической пропаганды, образ людей, улыбающихся счастливому будущему». «А это шутка». «Движение фемен – это то движение, когда…» «Вы же знаете, здесь известно это движение фемен. «Они открывают грудь». «И вдруг я сказал себе, но самая известная картина Делак-Руа – «Свобода на баррикадах». «Свобода, ведущая народ на баррикадах». «Они действуют точно так же, как и представительница движения фемен». «Я фемен». «И это значит, что на одно и то же изображение можно посмотреть с совершенно разных точек зрения, и совершенно по-разному». «Когда люди смотрят на эту картину, никто не вспоминает». «Я фемен». «Но если написать это внизу, то тогда люди начинают отдавать себе отчет, что можно и так это понимать». «Это плакаты, плакаты из серии плакатов, посвященных маршу против нетолерантности». «Все равны против нетолерантности». «И вот что я увидел». «Просто нетолерантности». «Как с ними обошлись?» «Нетолерантность существует, и доказательства этому можно видеть на этих стенах». «Это очень старый плакат». «С семидесятых годов я наблюдал, как все больше и больше увеличивается безработица». «И поначалу считалось, что достаточно протестовать, просто говорить нет, нет безработицы, и она прекратится». «Но ничто не изменилось, и во Франции это по-прежнему очень серьезная проблема». «Это театральный плакат, но здесь речь опять идет до безработицы». «Это наименее результативные элементы». «Когда на каком-то промышленном предприятии проблемы, первые, кто за них расплачивается, это рабочие». «И самые слабые расплачиваются первыми». «И вот постепенно можно было увидеть, как рождаются новые понятия, например, загрязнение окружающей среды». «Нет загрязнения окружающей среды». «Это очень старый плакат 1977 года». «Но промышленное загрязнение окружающей среды продолжается против». «А это размышления об электрической энергии, которая создается с помощью атомных станций». «В 1980 году рассматривался проект о том, чтобы сделать атомную станцию в самом привлекательном для туристов месте в той провинции, где я живу». «Heureusement, это проект о том, чтобы сделать атомную станцию в социалистической партии». «Это плакат, на котором написано «Атомная энергия, соберите информацию». «И это плакат, на котором написано «Атомная энергия, соберите информацию». «И это плакат посвящен тем рискам, которые связаны с атомной энергетикой». «И это важно знать, что это плакат 1979 года». «Задолго до Чернобыля и Фукусима». «Франция была одной из последних стран Европы, которая отказалась от смертной казни». «Всего 30 лет тому назад». «Это плакат для выставки, которая была посвящена борьбе за полную отмену во всем мире смертной казни». «Когда мне попросили сделать плакат для этой выставки, я подумал, что «Смерть» у меня не будет. «Смерть убивает». «Это же совершенно идиотское, это не имеет смысла». «Смерть убивает». «Что это такое?» «Смерть убивает». «И я не думал, сохранить эту фразу или нет». «Но как раз тогда я подумал, что смертная казнь – это же абсурд». «И значит, абсурдный текст прекрасно отражает этот абсурд. «Это плакат, висящий в городе». «В 80-е годы». «Это было потрясающе». «Но Бог наказал людей». «Он придумал СПИД». «Если говорить серьезнее». «Это было важно для молодежи». «Не существовало культуры использования презерватива». «И, конечно же, когда ты начинаешь свою сексуальную жизнь, довольно трудно воспользоваться этим презервативом и как-то искусственно включить его в занятие любовью». «И я начал свое размышление над этим плакатом с текста, который гласил, что человека от животного отличает как раз способность мыслить». «Это плакат может показаться очень вульгарным». «Он говорит о чем-то очень важном. Не будьте животными». «Эта афиша чуть было не была цензурирована». «Потому что нельзя так показывать презерватив на плакате». «Обычно презерватив показывают в упаковке». «Или круглым вынутым из упаковки». «Но так это очень-очень нехорошо показывать его развернуто». «И на протяжении моей жизни я увидел как появляется педофилия. «Конечно же она всегда существовала». «В частности и в церкви». «Но об этом никогда не говорили». «И на последние 15-20 лет об этом начали говорить и вскрываются ужасные скандалы, ужасные истории». «Это плакат, который я сделал для Германии». «И за это время моей жизни еще одна вещь изменилась. «Это образ отношения к табаку». «Когда вы смотрите фильмы из 50-60-х годов, все люди фуруруют. «Если посмотреть на фильмы 50-60-х годов, там все персонажи курят и курят повсюду, и на работе, и в постели, и всюду». «И это плакат сделан в 1991 году, когда в Афрансе был принят закон запрещающий рекламу табачных изделий». «И я придумал слоган, и я был очень fier. «Ла пуп тю». «Ла пуп тю». «Я придумал лозунг, фразу, которой я очень горжусь». «Реклама убивает». «Тюб» — это сокращенная «publicité реклама». «Это компания поддержка больницы в моем городе». рассказывающая об опасностях курения для беременных женщин. «Ла пуп тюбе». «Ла пуп тюбе». «Ла пуп тюбе». «Написано, малыш не любит курить». «И это компания дуне плакет». «И был небольшой рекламный рекламный, рекламная книжечка, которая объясняла в чем опасность курения для беременных. «Это аборт Марборо». «Я также занимался плакатами посвященными проблемам здоровья». «Потому что никто не прилагает усилия для того, чтобы рассказывать людям о здоровье». «Здесь написано «рак прямой кишки, его можно избежать». «Это большие плакаты 3 на 4 метра». «Чтобы помочь больнице приобрести необходимое для борьбы с раком». «Это плакат, который я сделал для России, для тех, кто занимается синдромом Дауна». «Игорь Гуревич организовывал эту акцию». «И это очень трудно создать изображение посвященное инвалидности, будь то физической или психической. «Это очень трудно для семьи». «И это очень трудно испытание для семьи, для родственников этих людей». «И один день, в деревне, я увидел лунное затмение». «И сказал себе, да, вот это и есть то, что надо». «Это люди, как вы и я, но есть затмение». «Другая компания, другая серия плакатов, посвященная инвалидам». «По донне сон сон». «Призываю плакат, призывающий сдавать кровь». «Кто даст твою кровь завтра, если ты не сдашь сегодня». «И эти сорок лет также сопровождались многими экономическими кризисами, которые сменяли друг друга». «Консервный кризис у меня в регионе». «Сардины в масле». «Кризис в области рыбной ловли». «Это книга, бухгалтерская книга «Доходы и расходы». «И написано, рыбалка хочет жить». «Я живу в стране рыболов». «А рыболовы — это маленькие желтые человечки». «И если посмотреть внимательно на этих желтых человечков, то можно увидеть у них на одежде что-то особенное». «Очень узнаваемое». «Это логотип, который я сделал для производителя одежды для моряков». «Когда это было маленькое предприятие, теперь оно стало большим». «Иногда одежда грязнит, пачкается». «Одежда пачкается, потому что». «И потому что». «Большой нефтяной танкер потерпел крушение». «И он загрязнил воду на протяжении 300 километров». «И никто не знал, как это очистить, как убрать эту грязь». «И все политические партии создали свои блокады». «Я сделал вот такой блокад для социалистической партии». «Черный прилив у правительства «Грязные руки». И, 20 лет назад, я сделал серию изображений в память об этой катастрофе». «Танкер этот назывался «Амоко Кадикс». «И это был танкер компании «Шелл». «Шелл бай шелл», раковина на раковине. «И это день гнева». «Я рассказывал вам о провинции, в которой я живу». «Это Британь». «Это на западе Франции». «И этот полуостров имеет специфическую форму очень». «Это афиша для рок-фестиваля». «То есть это на конце Франции, на краю Франции». «Это так далеко, что иногда даже на карте не помещается». «Это плакат, сделанный для конгресса историков географии». «Британь – это кельтская страна». «Как Ирландия, Шотландия и Уэльс». «Это плакат сделан для фестиваля кельтского театра». «Для такого же фестиваля в другой год». «И поскольку я живу в этом городе, я участвовал в жизни города и всех сообщениях, которые у меня публиковались». «Не всегда легко участвовать в этой жизни». «Это, например, плакат, который сообщает людям, что если они хотят участвовать в голосовании, они должны записаться до 31 декабря в списках в мэрии». «То же самое, только для того, чтобы побудить людей, пойти голосовать. Если у вас есть право голоса, то надо его использовать». «Это плакаты, которые что-то сообщают, которые побуждают к чему-то». «Служат ли они чему-то? Не знаю». «И я также делаю новогодние плакаты». «И для первого года, мэр souhaite «буду года» и к первому января, мэр желает счастья и счастливого Нового года всем жителям города». «А это был 1999 год». «Что можно было придумать до 1999?» «Всем было совершенно плевать на 1999 год». «Все ждали 2000 года». «И тогда я подумал, что может в 2000 году у молодых людей возникнуть желание, чтобы у них родился ребенок». «Потому что рожать детей, это значит верить в будущее». «И здесь написано, что дети 2000 года делаются в 1999 году». «Скорее в постель». «И здесь кролики, которые занимаются любовью». «И так я задумывала этот плакат, там мне сказали, он потрясающий. По китайскому календарю это год кролика». «Я сказала, ну конечно, я знала об этом». «А это 3 на 4 метра». «Это 3 на 4 метра». «Но отвечая за это не я». «Это мэр города за это отвечает». «Он соглашается с этими моими глупостями». «Вместо того, чтобы нарисовать смеющегося ребеночка, который бы говорил, о, с новым годом». «Это тоже новогодний». «Ах, 2013». «Это 2013 год». «Для вилл с ,вы», «город это вы». «Д puisse, все handwriting2». «Скорее вгорчение ментawkам. Моя работа была связана со всеми тем, что происходило в стране, с тем, что появилось нового, с теми изменениями, которые происходили. И, конечно же, я делал плакаты, также связанные с культурными темами. Я всегда защищал свою свободу. Если вы работаете в рекламном агентстве, дизайнер график не контактирует с клиентом. Есть руководитель этого агентства, который разговаривает с клиентом, и затем просит раба художника по плакату сделать и реализовать ту мысль, как они договорились. Итак, 5 domain, которые остаются libres, это афиша социальная, политическая и культурная. Единственное свободное пространство – это общественно значимые плакаты, социально значимые, политические плакаты и плакаты, связанные с культурными мероприятиями. Это очень старый плакат, посвященный танцевщицам. Это, опять же, афиша танцевального спектакля. Это большой формат, метр восемьдесят в высоту. Афиша для оперного спектакля. Еще оперный спектакль. Тоска. Это спектакль «Гамлетт». Театр. Театр. Это в 86-м году. Фестиваль «Сунима», «Новая вага». Посвященный фестиваль «Кино новой волны». Тот же фестиваль «89-го года». Это фестиваль, который назывался «В другом месте». Опера. Я работал для замка эпохи Возрождения. И каждый год они организуют большое мероприятие, посвященное коллекционным растениям, которые в саду растут. Я работал для замка эпохи Возрождения. Этот замок управлялся тремя очень почтенными дамами. Я хотела сделать немного особую плату, особую афишу. Так что это хорошо. Но они мне сказали, что «Алан, если ты можешь, в следующий год сделай что-нибудь другое». Я не знаю, как сказать, но мы хотели… Театр. 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 С некоторыми клиентами я, 25 лет, работал на одну и ту же тему. Это фестиваль кафе-театр. Это немножко кабарет. Сочетается слово кафе и слово театр. Это первый плакат, который я сделал в 70-е годы. И в течение 25 лет я продолжал с ними сотрудничать. И когда я мог, я использовал изображения посуды или предметов, которые используются в кафе. И я был очень доволен тем, что здесь логотипы мне удалось разместить не ровно, по прямой, а как-то неожиданно по-разному на всей поверхности плаката. Это был спектакль с клоунами. В театре все притворяются. И потом фестиваль продолжался, но название изменилось. И теперь название «Говорите со мной» и получается игра слов «Говорите со мной о юморе или о любви». В театре все притворяются между собой. Это культурный центр на юге Франции. Рядом с испанской границей. У них очень богатая, насыщенная программа. И когда начинается новый сезон, люди выбирают спектакли, которые они будут смотреть в течение всего года. И они все разные. И я старался показать, что здесь все совершенно разное. Но постепенно я понял, что не так уж нужно говорить, что это культурное пространство. Уже достаточно было написать название этого культурного центра, и все уже знали, о чем идет речь. Это для сезона 2009-2010. И я придумал для них такую концепцию. Разручьте ваш логотип. И каждый раз, каждый год у вас будет новый логотип. То есть то, как написано название этого центра, это логотип, который существует в течение одного года, а на следующий год другой будет. Это очень интересный. То, как намного более сдержанный. И эта выставка посвящена тому, как эта система боксов произвела революцию в системе морских портов. В конструкции морского порта. Когда меня просят провести выставку в самых разных странах, я пытаюсь говорить о том, что происходит в данной стране. Это была выставка в Национальном музее в Познане. И тогда Польша В главе Польши стояли два брата-близнеца. Один был президентом республики. А второй был премьер-министром. Они могли бы так перемещаться с одного места на другое, взаимозаменяться. Эти ужасные человечки, это были такие хоббиты. Один был премьер-министром на российской земле. Второй продолжает руководить нынешней политикой Польши. И здесь два польских хоббита. Красный и белый. Это цвета Польши. И приходит французский хоббит Саркози. Это было очень тактично. Это было 16 на 7 метров размер этого флаката на музее висел. Я спросила у директора музея, что она думает о моем флакате. Она сказала, что типография очень хорошо сделала. И в тот же год у меня была выставка в музее плаката в Германии. И это шапочка Саркози. Это шапочка Саркози. Это шапочка Саркози. Колумбия, колонизация. Американская колонизация. Колонизация христианская колонизация. Это не мой проблем. Это как вы хотите. Вы читайте, как понимаете, как хотите. Я здесь ничего не решаю, ни при чем. Но это настоящая фотография, которую я сфотографировала стену Министерства Юстиции. Потому что около этого Министерства была демонстрация, и люди кидались баллончиками с краской. В Бельгии. Это выставка иранских плакатов. В мире, Ливан, это очень специально. Иран, это удивительная редкая страна. Уровень дизайна, уровень графики в этой стране исключительно высокий и исключительно современный. Здесь игра слов присутствует. Он крик персен. Он крик персен. Он крик персен. И одновременно, это может быть прилагательное от слова персия. То есть персидский крик. Но, в Иране, как большой свободы нет. Поэтому это молчаливый крик. Это противоположность плаката «Анкл Сэму» Вы видите, что «Я хочу вас в американской армии» и вместо того, чтобы у него раскрытая ладонь, вместо того, чтобы сжать ее. Вы видели много плакатов, которые соответствовали, соотносились с реальностью, которые были сделаны на заказ, плакаты, которые висели на улице. Но на улицах все меньше и меньше настоящих плакатов можно встретить. И мы получаем много приглашений, сделать какое-то изображение связанное с определенной темой. И затем эти плакаты выставляются на выставке. Иногда выставка проходит на улице, Но это не настоящие плакаты. Просто улица превращается в музейное пространство, в выставочное пространство. Здесь тема была «Прославить Париж». И здесь написана станция, на которой я сказал тебе «Я тебя люблю». И это сделано так, как мы можем увидеть надписи на станциях метро. Потому что я подумал, вместо того, чтобы показывать Эйфелеву башню, я подумал, что, наверное, все мечтают, чтобы у них в жизни сложилась история любви, которая случилась в Париже. И если такое происходит, и действительно случается влюбиться, то это связано с кафе, с улицей или, может быть, станцией метро. И иногда, когда поезд проезжает на станцию, когда я много лет спустя, лет через сорок, проезжая через эту станцию, я вспоминаю эту историю любви. Эта выставка проходила на Елисейских полях. Это тоже манка, связанная с очень крупным графиком Антоном Бейком в Нидерландах. Сон студио в Амстердам. Сон студио в Амстердам. А Джо решил сделать ему сюрприз к его дню рождения. И они оплатили рекламную выставку плакатов в плакатную кампанию в Амстердаме. И это точный портрет Антона Бейка. Таких плакатов делается очень много. Это, например, к майнику Фуко Умберто Эко. Это уже довольно старый плакат, сделанный в честь Тулузова Трека. Мы попросили 100 художников по плакатам во всем мире Они попросили сделать плакат в честь их деда, их предка Тулузова Трека. И Тулуз Латрек был карликом очень маленького роста и всю свою жизнь он страдал от боли. И мне захотелось поговорить об этом. Этот плакат был достоин золотой медали на Биеннале в Варшаве. Золотой медали на Биеннале в Варшаве. И два дня она была censурена. Через два дня ее цензура запретила под давлением крайних католических руков. Они тоже немного в фашистском духе действуют. Это для Сергея Серов, который был в 2017 году. Это плакат, сделанный для Сергея Серову в память в годовщину революции 1917-2017. Вы умеете читать по-русски. Здесь написано «Аминь». Коммунизм просуществовал где-то 90-80 лет. Коммунизм хотел разрушить религию в России. Коммунизм исчез. Коммунизм исчез. Что какие-то 80 лет коммунизма по сравнению со многими столетиями религия. Я просто хочу констатировать, что в мире существуют движения, существуют какие-то идеи. Я помню, во времена моей молодости говорили, что коммунизм изменит мир, это будет все совсем иначе. И что это время царствования коммунизма по сравнению с властью религии. И это на 120-летие Маяковского. Маяковский был крупный, красивый мужчина. И великий поэт. И я подумал о его большой любви, о его великой любви к Лили Брик. И во Франции это кирпичи, по-французски называются Брик. Но это также очень грустное изображение. Потому что Маяковский покончил с собой. И надо попытаться представить себе воодушевление, надежду, которую он связывал с революцией, в которой он хотел участвовать. И когда он увидел, как это меняется и во что это превращается, он покончил с собой, и все, и вся конструкция рушится. Я много плакатов сделал для России. Это 250-летие Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И я очень люблю играть с буквами. Эрмитаж, по-французски получается, как играет со словом наследие. И в наследство было получено то, что сделано Екатериной Великой. И М как-то вывалялось случайно, а случайно попало именно туда. Совершенно случайно. Это плакат, который я сделал в 88-е годы. Нет, 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 2008. Простите, в 2008-е годы. А с этой эпохой-то, когда Мельвибер был президентом. Да, в 2008-е годы. Да, в 2008-е годы. Да, в 2008-е годы. А, в 2008-е годы. Вы говорили про Россию? Да, 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 Мельвибер. А, Мельвибер. Мельвибер был президентом. И это был плакат для типографии, которая спонсировала... В Голденбюк, это была плаката в России. В Голденбюк, это была плаката в России. Золотая пчела. И темой была линия, графическая линия. И я сказал, что это был из-за золотых цветов. Здесь 4 цвета. Чёрный, маджента, циан и жёлтый. Я сказала 20 лет, это Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Это было очень странно. Когда Мадженту накладывали на желтый цвет, желтый уже не видно было. Когда Мадженту накладывали на Медведева, то Медведев исчезал. Удивительно, но это так. Но это не нарочно получилось. Это 20-летний музей дизайна в Греции. С очень плохим логотипом. Но с двух кутерами это было возможно. Сделав два разреза, это стало возможным. Сейчас проходит выставка, посвященная терпимости, толерантности. Я сделал какую-то идиотскую штуку. Я имя очень хорошо. Я имя, 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 я имя, и они имя. Мы всё-таки Я имя, он, он, я имя, и мы… Семидесятилетия прав человека, это три треугольника Эдлицки, это самая дурацкая картинка, которую я создал. Семидесятилетия посвящена чемпионату мира по футболу, который здесь произойдет. Что сказать о футболе? Я искал самую глупую штуку, которую можно было бы сделать. Нужно было что-то сделать, типа Богоматери, футбол, футбол. Когда я делал поздравительные открытки, я совершенно свободен. Это в 2006 году. Я понял, что если я возьму три буквы, из которых состоит французское слово «6», то получится то, что получилось. Это в 2010 году. Время проходит, я очень долго ждал, чтобы наступил 2000 год. Двухтысячный год пришел, а потом сразу 2001, 2002 и так далее. В голове по-прежнему был 2000 год. Для меня, во всяком случае. И вдруг, уже 2010. Слишком быстро, слишком быстро время идет. 2011. 2011. Это башни близнецы в Нью-Йорке. Потому что это микадо. Я не знаю. Вы знаете микадо? Это игра микадо. Потому что это микадо. Мы берем эти палочки, отпускаем их, и они превращаются в какую-то картину, как-то располагаются. И это изображение, оно содержит в себе также то, что произойдет через секунду, когда все это упадет. В 2014. Это 2014 год. Когда наступает Новый год, на улице, есть такие… Когда переходишь с года в год, это как если ты пересекаешь вот эту линию, которую красно-белой полосой от ограждений создают. Да? Полиция, например. Или там когда опасность какая-то есть. Когда ты такой разрываешь эту линию. И все эти изображения, все эти пакеты имеют название. И здесь оказалось перейти черту. 2006. 2006. Дни. Они сочтены. 365 дней. И когда кому-то говорят, твои дни сочтены, это означает, что он скоро умрет. Потому что каждый год переходишь в 2017. И текст такой «оставить след». И что мы в нашей жизни оставляем, какой след от себя? Это очень старая выставка в музее плаката в Париже. Мне не очень нравится этот плакат, но я вам расскажу историю. «Оставь себе лето». Лето. Представьте себе лето. Вы сидите на тропе. Растянулись в столе. И вдруг прилетает красивейшая бабочка, желто-черная. И эта бабочка села на цветок, и она так прекрасна. И я стараюсь приблизиться к ней, она улетает куда-то в другое место. И я не могу разглядеть ее поближе. На следующий день я возвращаюсь на то же место, на то же тропе. И у меня за спиной молоток. И когда бабочка прилетает, я кидаю с нее молотком. Я беру эту бабочку и помещаю ее к себе в дом и гвоздем прибиваю. И тогда я могу разглядеть эту бабочку вблизи. Но это же уже мертвая бабочка. И плакат точно так же. Я еду на машине и вижу очень-очень красивый плакат. Нужно обязательно посмотреть на него. Несколько раз приезжаю мимо, но никак не получается остановиться. И то же самое разочарование испытываешь. Эта афиша рассказывает о концерте, который уже три месяца назад был. Эта афиша умерла. Когда вы берете плакат или афишу с улицы и помещаете его в дом, это как когда вы коллекционируете бабочку, прибивая ее, надевая ее на бланку. Эта афиша, как бабочка, это старый плакат 1984 года. Эта афиша – это провокация. И всю жизнь я страстно увлекался вот этим ничем. Это теми кусочками бумаги, которые валяются на улице или висят на улице. Это ничто. Это была утопия моя. Но что такое утопия? Для меня, с подросткового возраста, утопия – это как в мультфильмах. Где присутствует волк или койот, немного глуповатый, и он бежит за маленькой птичкой, и в какой-то момент они попадают на скалу, и птичка улетает, а койот бежит за птичкой. И он идет и летит в пустоту, и бежит в пустоту, продвигается вперед. И в какой-то момент он обнаруживает, что он висит над пустотой. И он падает в этот момент. То есть, если хотите продолжать, я знаю, что я бегу в пустоте, но я не хочу сомневаться, я продолжаю бежать. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если у вас есть вопросы Вы можете задать Если вы будете задавать по-французски Вы можете Если вы будете задавать по-английски То я не смогу их перевести Тогда вы должны сами переводить свой вопрос Для того, чтобы те, кто не понимает по-английски Могли бы его понять Вопрос такой Какое программное обеспечение использует Индизайн, фотошоп Вообще я не очень хорошо знаю программное обеспечение Но моя жена, она тоже работает в графике Она моложе меня И она лучше в этом разбирается И очень мне помогает Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Позже я обнаружил, что эта современная версия Этих аппетсантов Была сделана великим художником-графиком Я хотела бы поблагодарить за лекцию Это было действительно очень интересно И я спросила, что этот вопрос Откуда идет основное возникновение И некоторые решения В этих локациях времени Они были очень смелыми Где находятся вдохновения И вот эти локации Дальше Дальше Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Наша работа зависит от заказчика Взаимоотношения с заказчиком Это истории любви Некоторые истории длятся очень-очень долго Некоторые закончатся плохо Диворс Разводы И как можно сказать Меси мажьи осе Как, например, лапин Мои дерзкие образы Например, кролики Которые занимаются любовью на лужей Если заказчик не согласится С моей задумкой Он берет на себя риск Потому что меня не выбирают За меня не голосуют Он рискует Публикует этот плакат Мне очень повезло Я работал с политическим деятелем В течение 40 лет И мы даже потом опубликовали книжку Но, в любом случае, плакат Это экзибиционизм Это провокация На три четверти обнаженную женщину В спортивном автомобиле И это привлекает мой взгляд Но это вульгарно Но есть и другие средства И это вульгарно 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 Продолжение следует...